В Сочи прошел международный турнир по профессиональному боевому самбо. В нем участвовали борцы из России, Украины, Болгарии, Казахстана, ЮАР и других государств. Россияне в командных состязаниях одержали победу со счетом 4-1. Посмотреть турнир приехали президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев и глава Казахстана Нурсултан Азарбаев. Репортаж Алексея Петрова. Спортсмены начали тренировку прямо на набережной, еще не успев войти в зал. Капитан российской сборной Вячеслав Василевский настраивает себя на бой с главным соперником Тревором Прэнгли из ЮАР. Пришлось заранее досконально изучить тактику и стратегию противника. Смотришь, как он выигрывает, что он делает, как он себя чувствует, когда он устает. И уже исходя из этого строить свою подготовку. Около ринга собираются гости. Например, Виктор Медведчук, лидер движения «Украинский выбор», тоже любитель единоборств. Говорит, спорт на Украине развивается, а вот экономика – другое дело. Здесь намного хуже, чем в спорте. А хуже потому, что, к сожалению, так случилось, что власть и оппозиция сегодня объединились в так называемом европейском интеграционном выборе. Я считаю, как, собственно, и больше половины населения Украины, что это неправильно, что наш вектор экономической интеграции должен быть восточным, это таможенный союз. Медведчуку словно вторит Сергей Глазев. Он тоже пришел поболеть за спортсменов, но перешивает за соседей. Украина сегодня вовлечена в процесс европейской интеграции, где ей навязывают роль колонии. Вот как раз колония бесправная. Если проводить аналогию, то Украина, не выходя на ринг, сразу ложится и проигрывает. Оценить мастерство сильнейших самбистов, а в этот раз упор именно на боевой самбо, приехали президент и премьер-министр России. Вместе с ними глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Виктор Медведчук, он тоже по приглашению Путина, болеет за своих. Звуки российского гимна предваряют начало. Десять поединков по три раунда каждый. Правда, до финального гонка смогли продержаться далеко не все. Последнее наставление и вновь продолжается бой. И вот кульминация. Опытнейшему Тревору Прэнгли, дюжно-африканскому морскому пехотинцу, противостоит капитан российской сборной. Бескомпромиссный бой и долгожданная победа. Сборная России против сборной мира. Итог. В командном зачете победа у русиян. Счет 4-1. Церемония награждения. Бойцов приветствуют и легендарный Федор Емельяненко, и почетные гости. Президент Казахстана оценил сочинский олимпийский размах. Изменился облик Сочи. Повезло сочинцам, Краснодарскому краю, всей России, что в России появился замечательный, совершенно другой город на Черном море. У этого турнира уже есть свои постоянные болельщики. Владимир Путин один из них. Сила, мужество, благородство. Вот что отличают бойцов, которые стоят сейчас на ринге. И спортивное братство. Боевое братство. Именно боевое, потому что они представляют, самым ярким образом представляют боевые искусства. Спасибо вам, ребята. Жест уважения тем, кто не победил, но все равно был на высоте. Я хочу еще поблагодарить наших гостей. Мы всегда в России ценили и уважали мужчин, которые умеют идти до конца. Дружеские объятия. Достойное завершение. Достойные битвы. Турнир проходит в четвертый раз. За это время в России появилось несколько десятков спортивных школ, где занимаются самбо. Настоящий всплеск популярности. Несколько дней назад такой центр открылся и в Сочи. И, судя по всему, уже скоро на ринг выйдет новое поколение спортсменов. Алексей Петров, Сергей Рубанов, Ирина Виноградова, Геннадий Корнеев. Вести. Сочи.